Вы смотрите новости в студии радиокомпании Муравленко ТВ Светлана Грачева. Здравствуйте и коротко о некоторых темах выпуска. Российский триколор сегодня в стране отмечает день государственного флага. Ремонт завершен. Четыре образовательных учреждения города готовы к встрече с учащимися в новом учебном году. За семь лет ни одного ремонта. Жители 25-го дома по улице Нефтяников обеспокоены состоянием своего здания. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин 21 августа в режиме видеоконференц-связи провел прием граждан по личным вопросам. Благодаря новым технологиям обратиться со своими проблемами к главе региона смогли 13 человек из всех городов и районов округа. На видеоприем пришла и муравленковская мама, воспитывающая ребенка-инвалида. До школьницы Марья необходимо пройти курс лечения в Самарском реабилитационном центре, в котором она побывала в июне этого года. Тогда врачи отметили у девочки положительную динамику и настоятельно рекомендовали пройти полный курс лечения. Для этого семье необходима финансовая поддержка. Медицинские услуги платные и нам нужно для лечения 48 тысяч сечет. Губернатор Дмитрий Кобылкин предложил вариант решения проблемы обратиться в окружной благотворительный фонд поддержки детей Ямине, созданный именно для помощи и выздоровления юных ямальцев. Также губернатор рекомендовал рассмотреть возможность создания подобных фондов в городах округа. Я говорю вам всем главам, сделайте аналогичные работы у себя на территории. Создайте фонд благотворительный. Сделайте его. Пусть там будет мало денег. Ничего страшного в этом нет. Мы по возможности будем вам помогать. Мы часто заключаем соглашение, нам ничего не мешает какую-то часть денег наполнить ваши фонды местами. 22 августа день государственного флага Российской Федерации. Сегодня по всей стране проходят различные мероприятия, приуроченные к памятной дате. О истории создания триколора, а также с чем муравленковцы ассоциируют белую, синюю и красные полосы узнаем из репортажа Анны Карамавровой. У настоящего патриота сочетание белого, синего и красного цветов напрямую ассоциируется с государственным флагом Российской Федерации, который сегодня украшает все административные здания и стратегически важные объекты страны. После долгого периода советской эпохи, длившейся 74 года, триколор впервые в новейшей истории был поднят над Белым домом в Москве 22 августа, ровно 21 год назад. Но знают ли муравленковцы, что означает белая, лазоревая и голубые полосы, мы узнали на улицах города. Свобода. Ну, доблесть, наверное. Любовь. Радость. Ну, белый – это чистота, символ цвета. Ну, вот. Так. Скажите, с чем у вас ассоциируются цвета флага? С небом, водой и огнем. Ну, белый, наверное, больше всего облака, красный – это Кремлевский собор. Как бы могущество Руси и синее, наверное, море. С чем у вас ассоциируются цвета российского флага? Свято-российский флаг – это сила, мудрость и победа. Красный – здоровье сильный, красный – радость сильный, синий – здоровье, белый – тоже здоровье. Ну, как вам объяснить, чем? Самое главное – это мир во всем мире, здоровье нации и доброта людей. Как мы видим, ассоциаций много, хотя верный вариант еще достоверно не установлен. Есть две официальные версии. По одной из них российский триколор имеет такую смысловую окраску. Белый означает свободу, синий – богородицу, покровительницу России, а красный – державность. Согласно второму варианту, белый символизирует благородство, синий – честность, красный – великодушие, присущее русским людям. Неизменной традицией на празднование знаменательных дат в истории российского народа было и остается торжественное возведение государственного флага. Это очень торжественно, минутка. Конечно, у сердца у каждого остаются такие моменты красивые, чувство гордости за нашу страну. У нас символы государственности – это, вы знаете, это флаг, это герб, это гимн. Впервые бело-синий-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построенном в 1668 году голландским инженером Бутлером. Но законным отцом триколора признан Петр I, согласно указу которого на торговых судах должны были поднимать бело-синий-красный флаг. Государь даже сам начертил образец триколора и определил порядок горизонтальных полос. Кстати, чем руководствовался Петр, подбирая цвета, осталось загадкой. Да это и не важно. Главное в государственном флаге не цветовая палитра и не скрытая символика, а объединяющая сила. Российский триколор объединяет нас, заставляет забыть о различиях, помогает осознать, что мы – народ великой страны. Пусть и впредь он остается символом единства нации. Вдохновляет нас на созидательный труд и добрые дела во имя сильной, свободной и процветающей Родины. У нашего триколора, как у страны в целом, и каждого ее жителя по отдельности, есть свой день. Время, когда нужно вспомнить о истории России и задуматься о том, что можно сделать для ее будущего, такого же пестрого и красочного, как и государственный флаг. Анна Карамаврова, Владимир Федоров, Андрей Нагибин, телерадиокомпания, Муравленко ТВ. Четыре образовательных учреждения города готовы к встрече с учащимися в новом учебном году. Сегодня первую, вторую, четвертую начальную школу посетила специальная комиссия. При оценке особое внимание обращалось на решение вопросов безопасности пребывания детей, выполнение предписаний надзорных ведомств, проведение текущих ремонтов, а также на обновление материально-технической базы и программного обеспечения образовательного процесса. Все подробности далее. Все это двигается. Все это можно познавать не только на уроке, но и на перемене. Пока школьники отдыхали, руководители образовательных учреждений проводили плановую работу по подготовке к новому учебному году. Учащиеся второй школы пока не знают, какие сюрпризы их ожидают. Помимо произведенного за лето косметического ремонта, классы оснастили современным оборудованием. Радует тот факт, что на сегодняшний день школа готова была продемонстрировать нам все то оборудование, которое было приобретено. Это современное оборудование, это нетбуки во вторых классах, это специальное оборудование для проведения практических занятий на уроках физики, и химии, и других предметов. Мы видим, что учителя владеют материалом, что они понимают, о чем идет речь, и они готовы на сегодняшний день эти технические новинки реализовывать в рамках образовательного процесса. Говорящая таблица Менделеева – уникальные микроскопы и лаборатории для проведения исследований по физике. На новое оборудование для второй школы в рамках муниципальной и окружной программ по модернизации образования было выделено более трех миллионов рублей. Теперь уроки по физике и химии станут для школьников не только полезными, но и интересными. Вот эти два набора, которые сейчас поступили в школу, вот столько всего дают. Я еще не все выставила. В общем, возможности для изучения звука очень широкие. Обновилась материально-техническая база и в начальной школе. Кабинеты второклассников оборудованы нетбуками, физкультурный зал дополнился спортинвентарем. За летний период проведены работы по обеспечению безопасности школы, установлено несколько новых камер видеонаблюдения, проведены ремонтные работы, отремонтирована канализационная система, отремонтированы кабинеты и рекреации. За лето приобретено новое учебное оборудование. Комиссия по приемке образовательных учреждений отметила, в летние месяцы работа была проведена немало, и сегодня школы полностью готовы к встрече учащихся. Светлана Грачева, Анна Карамарова, Владимир Федоров, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». В этом году в «Муравленко» впервые за школьные парты сядут 420 учащихся. До 1 сентября остались считанные дни, родители озаботились покупкой школьных принадлежностей для своих детей. Тетради, пеналы, учебные пособия и ручки. На канцелярские товары сегодня большой спрос. На покупку всего необходимого из кошелька родителей уходит не по одной тысяче рублей. Надежда Дземинова подсчитала, сколько стоит собрать в ребенка в школу. Продавцы канцтоваров отмечают, цены на школьные принадлежности по сравнению с прошлым годом существенно не изменились. Не подорожают они и в сентябре. Однако, чтобы собрать в школу своего ребенка, придется отдать немалую сумму. Больше всего денег потратят родители первоклассников. Если у учеников старших классов с прошлого года мог сохраниться портфель, пенал и школьная форма, то первоклассники необходимо приобрести все принадлежности. В нашем магазине каждый покупатель может купить набор канцтоваров, рассчитанный на свой достаток. В среднем цена набора первоклассника стоит примерно 1000 рублей. Выбор ран – соответственное дело. Современные портфели не только красивы, но и благотворно влияют на осанку ребенка. На покупку школьной сумки в этом году родителям нужно будет потратить от 1 до 4000 рублей. Если для родителей основными факторами при приобретении школьных принадлежностей являются их цена и качество, то дети, конечно же, в первую очередь обращают внимание на их внешний вид. Предпочтения маленьких покупателей остаются неизменными. Мальчики выбирают школьные принадлежности с мультипликационными героями, а девочки – с принцессами и феями. Скажи, пожалуйста, какой у тебя больше всего рюкзак? Мне нравится рюкзак больше всего с Микки Маусом. Ты его любишь? Один из важных элементов школьной жизни – форма. Блузку и сарафан для девочки можно купить в среднем за 1500 рублей. Примерно в такую же сумму обойдется родителям и костюм для мальчика. Неотъемлемый атрибут праздника знаний – цветы. Букет на 1 сентября можно в среднем приобрести за 500 рублей. Ну а радости, волнения первых школьных дней и, несомненно, хорошие воспоминания о празднике, которые надолго останутся в памяти ребенка, переоценить сложно. Надежда Деминова, Андрей Нагибин, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». Народная линия компании «Муравленко-ТВ» продолжает отвечать на вопросы телезрителей. На этот раз к нам обратились жители 25-го дома по улице Нефтяников. По их словам, дом разваливается на глазах, и дальнейшее проживание в нем небезопасно. Денис Максимчук узнавал, так ли это на самом деле. В достоверности слов жильцов мы убедились лично. С первого взгляда понятно, что ремонт дому уже не поможет. А заглянув в подвальное помещение, можно ужаснуться. На трубах отопления лежит потолок, он же является полом одной из квартир. По словам жильцов, заявку на проведение ремонта в управляющую компанию они подавали неоднократно. Мастера приезжали, но вот работ никаких не производили. В этом доме мы живем 7 лет. Ремонт ни разу не делался. Ни текущий ремонт, ни капитальный ремонт, кроме крылечка. Вот, там поменяли одну ступеньку и перила, потому что они рухнули, поэтому их поменяли. А так нет, да, в квитанциях аккуратно за ремонт. Денежки тут сдирают. Обслужением данного дома занимается холдинг «Городское хозяйство». Проблемы жильцов им известны, но капитальное вложение средств считают необоснованным. Там действительно сложилась аварийная ситуация. Там частичное обрушение чернового пола произошло и частичное обрушение канализации. На сегодняшний день проводятся работы по восстановлению, то есть по частичному ремонту. Я думаю, что канализацию мы уже на сегодняшний день провели промывку, то есть она уже не течет, то есть выполняются сейчас работы по замене отдельных элементов. И на следующей неделе, я думаю, мы проведем ремонт черновых полов, то есть дабы избежать вот этой аварийной ситуации. Прожить еще некоторое время жильцам в этом доме придется. Он признан аварийным, но в очереди на расселение стоит лишь в 2013 году. Подрядная организация, с которой у нас заключен муниципальный контракт на проведение технической оценки состояния ряда жилых домов 5-6 микрорайона, она отработала. Проведены определенные замеры, исследования, обследованы конструктивные все элементы, несущие элементы. Сейчас мы ждем обработки этих результатов. Идет обработка результатов, мы ждем, что они к нам поступят буквально до конца августа месяца. И по результатам обследования будет приниматься решение, то есть о пригодности и непригодности этих зданий для дальнейшей эксплуатации. В целом, сегодня в Муравленко ветхим аварийным признаны 13 жилых домов. Еще в 51-м проведена комиссия по обследованию зданий. Часть из них также попадает под категорию непригодных для проживания домов. Переселение из них будет осуществляться за счет средств окружной программы жилища. Денис Максимчук, Андрей Нагибин, Владимир Федоров, телерадио компания Муравленко ТВ. В управлении образования возобновилась работа по приему заявлений на получение компенсационных выплат детям, не посещающим дошкольные учреждения, состоящим в очереди на приобретение путевки в детский сад. С сентября размер ежемесячной выплаты вырастет в среднем на 200 рублей. На малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет будут выплачивать 3402 рубля. Сумма для детей в возрасте от 3 до 5 лет составит 4462 рубля. Обязательное условие получения компенсации – постоянная регистрация в городе. За две недели августа в управление образования приняли уже 20 заявлений. Всего получают компенсационную выплату на неорганизованных детей 400 семей. В настоящее время в Муравленко ждут свои очереди на получение места в дошкольном учреждении около 950 детей. Сократить количество неорганизованных планируется за счет сдачи в эксплуатацию нового детского сада на 300 мест, строительство которого завершится уже в октябре. Мы планируем в большинстве своем открыть там группы для детей с двух лет. Такая необходимость есть. И мне бы хотелось обратиться ко всем нашим горожанам, кто желает отдать ребенка в детский сад, но не получил места у себя в детском саду, который расположен возле дома, внимательно отнестись к предложению, которое мы делаем, и обратить внимание на новый детский сад, который будет самым современным в нашем городе. Информационный выпуск продолжит традиционный обзор прессы по материалам общественно-политической газеты «Наш город». Муравленко постепенно прирастает квадратными метрами нового жилья, возводятся объекты социально-культурного назначения, спортивные комплексы. Об облике современного города, о том, как он будет меняться, а также о проблемах на этом пути – беседа с главой администрации города Александром Подорогой. Актуальное интервью на третьей странице издания. Восточная 6. Кто виноват и что делать? О непростой ситуации в этом доме, расположенном в промышленной зоне города, шла речь в прошлом выпуске еженедельника. 17 августа по инициативе редакции издания состоялся диалог представителей Управления жилищно-коммунального хозяйства, администрации города и управляющей компанией с жильцами дома. Подробности этой встречи в материале Айгули Ктесамовой. Все знакомые уже отдохнули, а вы только собираетесь в отпуск и не знаете, где его провести. За советами для тех, кто планирует заграничное путешествие или отдых на одном из курортов мира, корреспондент газеты Татьяна Ценарева обратилась к агентам турфирмы. Где предпочитают отдыхать муравленковцы и как вести себя в разных экзотических странах, читайте на 13-й странице свежего номера газеты. Это были лишь выдержки издания. Подробности читайте на страницах 34-го номера газеты «Наш город» от 24 августа. И это все, о чем сегодня успели рассказать журналисты компании Муравленко ТВ. Напоминаю, что видео-версии информационных выпусков доступны на официальном сайте города муравленко.ком. 23 августа в 19.30 на телеканале ТНТ состоится прямой эфир с участием главного врача Муравленковской городской больницы Олега Казакова. Если у вас есть вопросы, касающиеся здравоохранения Муравленко, участвуйте в программе. А я на этом с вами прощаюсь. Благодарю вас за внимание. В студии работала Светлана Грачева. Далее вас ждет прогноз погоды. Не переключайтесь. Бережная аптека. Бережет здоровье, экономит деньги.